Но, тем не менее, это вот события, которые вокруг да около, но все эти события, и ещё раз повторюсь, я всё веду свою мысль к тому, что заточены на то, чтобы сместить наше внимание от чего-то очень важного. И важное жахнуло, важное жахнуло в виде заявления Сергея Викторовича Лаврова. И вы тоже слышали это заявление. Их было два. Да, Сергей Лавров оказался очень откровенен, на удивление. Обычно это очень сдержанный человек, за исключением моментов, когда он не знает, что камера работает и матерится. Его знаменитая ДБ, да, которую хочется регулярно повторять. И он сказал две важные вещи. Первая важная вещь касательно позиции России относительно цены на газ. 102-я база – это вопрос безопасности границ. И, наконец, святая святых. Сердце Армении. Арцах. 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 Сердце. Лёгкие, как хотите. Сейчас, наверное, более актуально лёгкие, потому что вот этот вот вирус бархатный, который проник в страну, в первую очередь разрушив иммунную систему в виде нашего народа, да, доверие, проник в самые лёгкие. Это арцахский вопрос. В прошлом году, в апреле, после Женевской встречи, когда премьер-министр настолько опозорился и сел в лужу с этой газетой АИФ, в которой было опубликовано интервью, ну, и так далее. Я сейчас не буду даже вспоминать эту тему, потому что большой был лайф на эту тему. И масса всего, да, нелепого, глупого, почему-то ушёл в периоды Тиграна Великого. Ну, в общем, какая-то полная несуразица. Я даже не хочу вспоминать. Кому интересно, может этот лайф посмотреть. Но я там сказала очень конкретную вещь. Ребята, вот эти микрореволюции, о которых говорит Никол Ваваевич, это, по сути, последовательное решение арцахского вопроса. Это микрореволюции, которые он собирается устраивать в головах у армян, шаг за шагом, заставляя людей привыкнуть к тому, что арцахский вопрос будет решён не в пользу Армении, не в пользу Арцаха. Рассказать понятно, последовательно, чтобы вы чётко понимали, где мы сейчас находимся. Лавров абсолютно однозначно, абсолютно недвусмысленно сказал. В прошлом году, в апреле, обсуждалось последовательное решение вопроса в соответствии с постановлением Совбеза ОБСЕ. Точка. Понимаете? В прошлом году всё Министерство иностранных дел, начиная с Нагдалян и заканчивая замечательными сотрудниками, и тем же Николом Хашиняном, и теми же официальными комментаторами, и тем же Мана Цаканяном, все заявляли, что на столе переговоров никакого документа нет. Переговоров нет. Есть всевозможные консультации. Именно так заявлялось. Трудности перевода с армянского языка? Какой резон Лаврову врать? Мне кто-нибудь может объяснить? Все вдруг набросились на Лаврова. Мы от него не ожидали. Как он смел? Нечего на зеркало пенять, колья ружа крива. Лавров-то тут при чём? Лавров объявляет о том, о чём переговариваются две стороны, Азербайджан и Армения. Главы МИД двух сторон. При чём тут Лавров? Лавров рассказывает, что происходит. Это нам нужно понять, что нас уже год, нас обманывают, ведут за нас, нам врут откровенно, понимаете? И сейчас Никол Ваваевич дважды ходит в лайв. Есть хорошее армянское слово тахмарь. Тахмарь, артагай, тучунэрёв. Для того, чтобы просто отвлечь наше внимание. И для того, чтобы добить, чтобы люди занялись своим насущным хлебом, да, 22 число, комендатура объявила, надо идти уже платить и так далее. Ну, конечно же, люди пойдут заниматься, где бы денег достать, где бы найти, где бы оплатить и так далее. Им не до там копаться, что было в апреле прошлого года, пакетная, последовательная. Ну, отстаньте от нас. Говорит обычный человек, у которого трое детей, у которого инвалид муж. Я про женщин, которые в основном пишут ему просьбу помочь и поддержать. Понимаете? Поэтому последовательное решение вопроса это очень важный, очень тонкий юридический документ. В сентябре 97-го года, если кто-то из вас немножечко в теме, первый президент Армении Левон Акопович Тарпетросян написал статью «Война или мир? Время стать взрослее». Разные переводы. Старше, взрослее. Это уже не принципиально. Принципиально то, что именно в этой статье Левон Акопович изложил последовательное решение арцахского вопроса ровно в той формулировке, в которой сегодня это обсуждается и лежит на столе у довольного и счастливого Мамедьярова. Почему я уверена, что так? Потому что после 97-го года, после того, как в 94-м году был единственный подписанный документ между Азербайджаном и Арменией, мирный договор в Бишкеке, больше после этого, до 2 ноября 2008 года, никаких документов, ни одна из сторон не подписывала. Понимаете? Я помню все эти многочисленные видео, переговоры и прочее, как там второй президент отдавал Мегри, чего-то там подписывал и так далее, и так далее. Не было ни одного подписанного документа. Потому что обсуждалось три принципа, три пути, три вектора решения арцахского вопроса. Последовательный, который изложил Ливон Акопович. Почитайте эту статью. Почитайте, погуглите, что такое последовательное решение вопросов. Оно состояло из 6 пунктов, которые потом вошли в мадридские принципы. Отвод тяжелого вооружения, перемещение обратно, временно перемещенных лиц, читайте, беженцев. Мадридские принципы, они усовершенствовали это, сделали точнее и правильнее. И я расскажу, в чем принципиальная разница. В изложении Ливона Т. Петросяна это было еще раз последовательно. Сначала отвод вооружения, потом перемещение лиц, контакты через СМИ, контакты через родственников, обмен пленными. После этого только идет возврат территорий, а как вы помните, их у нас 7. После этого наблюдатели, когда вернулись беженцы, через какое-то время проводится референдум, который подтверждает юридический статус. И только потом все это закрепляется юридически, и вся территория берется под контроль внешних наблюдателей. Ребят, еще раз, я начала свой лайф с фразой «Дьявол прячется в деталях». Потому что, когда вы отводите вооружение, вы оголяете свои территории. Когда вы перемещаете беженцев, а в первую очередь туда пойдет кто, вспомните встречу главы азербайджанской общины Арцаха. Что такое азербайджанская община? Даже не Арцаха, Карабаха. Горябаха, как они говорят. Кто это такое? Что этот потерпевший? Откуда он вообще свалился? Депутатом стал, еще на какие-то встречи ездил, на конференции, с первыми лицами из США встречался. Но хорошо, не первыми, первыми лицами Министерства иностранных дел, условные представительства, дипкорпуса. Кто это такой? Откуда он взялся? Взялся, нарисовался. Когда? Вы когда-либо слышали до 2018 года о главе азербайджанской общины Арцаха, который с кем-то там из высокопоставленных чиновников встречался? Я ни разу не слышала. Это результат бархатного переворота и абсолютно бездарной внешней политики. Это факт. Вы от него не отвертитесь. Вы можете писать кучу гадостей у меня на странице, господа, проплаченные фейки и зомби. Но это факт. Появилась какая-то странная азербайджанская община. И далее они отводят вооружение, они перемещают вот в этих временно перемещенных лиц, а эти ребята размножаются со скоростью света. У нас в среднем на одну семью приходится 1,6 ребенок, у них в среднем на одну семью приходится 4,6 детей. Вы понимаете, как скоро они размножаются? И через какое короткое время демографическая картина на территории, куда вернуться, непонятно какие-то азербайджанские семьи изменятся. Я уж не говорю о том, что через какое-то время выяснится, что это вообще какие-то бармалеи, которые будут потом резать ночью наших людей, как уже некто Сафаров, убийца, ночью зарубил нашего офицера. Вот они такие, они ночью бьют в спину или рубят голову. Народ который имеет в лице национальных героев, таких подонков, как фашист Гарри Гинжде, Монте-Мелконян и Сагамонте-Элириян удивляются убийству одного армянского военного другим военным из враждующей страны. Сегодня я вам расскажу вопиющий факт армянского лицемерия и поддержки терроризма как правительством, так и простым народам Армении. Примечательно письмо террориста своей сестре, который украл у нее драгоценности. Уровень мерзости зашкаливает. Материал взят из армянской группы Армениян Милитарипортал в социальной сети ВКонтакте. 16 июня 1983 года состоялась операция окопа Копян. Боец Асала, Мкртич Мадарян предпринял акцию на всемирно известном крытом стамбульском рынке. Он был вооружен ручными гранатами и автоматическим оружием. Во время этой операции Мкртич взорвал себя гранатой и убил несколько турок и ранив 21 человек. Из письма для матери Я обязан покинуть тебя. Не хочу, чтобы ты плакала. Встань на колени и молись за меня и затем гордо подними голову. Потому что даже если вражеская пуля сразит меня, правая рука до самого конца не выпустит оружие, левой же я подниму знамя победы. Как видим, обеими руками он поднял только знамя позора армянского народа. Из письма сестре Моя скромная, дорогая сестричка, деньги, которые я одолжил у тебя, вероятно, не смогу вернуть. Я взял твое ожерелье, не предупредив тебя, чтобы продать и купить себе документы и билеты. Прости меня. Как видим, у этого мерзавца и негодяя даже не было денег, чтобы обеспечить себя, он воровал у сестры. А теперь обратите внимание на комментарии двух лиц армянской национальности под этой темой. Напоминаю, что Мкртич Мадарян убил не солдат турецкой армии, не генералов, а простых людей на стамбульском рынке. Читаем комментарии. Смерть турецкому империализму пишет Ники Армен Харутунян. Второй комментатор Тигран пишет. Поражаюсь, как такие герои за несколько столетий не смогли пробудить наш народ, который спит уже веками. Как видим, для армян убийство простых людей – это героизм. А теперь давайте вспомним, что сделал Рамиль Сафаров. Всего лишь убил одного армянского офицера. Но он для нас не герой. Вот в чем разница между турками и вами, неуважаемые армяне. Они не могут в лицо. Они трусливы, как шакалы. Это они именно дур-спорт-сукнэрь. Понимаем? Как ты это? Все нормально? Да. А куда пойдешь? А? Не знаю. Знаешь? Нет. Ты как? Он говорит, куда пойдешь. Я не русский. Знаешь? А? Слышно? Ага. Не бойся. Хорошо? Что скажете? Я камень. Вы спал на эти дели. Не убивайте меня. Не бойся. Не бойся. Что скажи? Только дарманды. Дармин не убивайте. Я все... Что скажешь, да? Да-да. Что-то скажи. Что-нибудь знаешь? Что-нибудь скажи. Мы двое. А кто вас заставил? Никто. А куда ты хотел? Кто ваш командирот? Дом. Я мой что ли? Да. Кто командирот ваш? Командирот? Ага. Абстандилиан Сашун. Он такой бред? Какая звание у него? Усс. 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 Сколько срочек? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Сколько лет? Фризик какой? Он был вставил. Десять? Десять месяц? Десять месяц. Девять месяц. Да. И вот отводят вооружение, перемещают лиц. И только после этого проводится референдум. Вы понимаете, что такое референдум? Это когда люди идут голосовать. А когда демографическая карта изменилась, когда в стране, где сегодня 145 тысяч человек, завтра появится миллион человек, из которых 800 тысяч, это азербайджанцы. Вы понимаете, какое будет соотношение голос? Вы, дорогие мои, вот эти 800 тысяч азербайджанских семей, которые перемещают, согласно данным, уже кто-то из Шахназарян, по-моему, говорил, если не ошибаюсь, и эта информация регулярно крутилась. Они пойдут и проголосуют. И не за статус Арцаха. А за то, чтобы Арцах стал частью Азербайджана. Понимаете? Вот что означает опасность последовательного решения вопроса. А потом миротворца вводи, не вводи. Да какая тому разница, если там уже 800 тысяч народу живет азербайджанского? Вот в чем проблема была последовательного решения вопроса. И этот казус в свое время очень сильно стал вот таким вот точкой преткновением в украинском вопросе после украинского Майдана, когда ЛДНР стал самоопределяться, когда Крым самоопределился и вернулся, наконец, в состав своей материнской страны. Собственно говоря, как мы ждем, когда Арцах окончательно вернется в лоно своей материнской страны. Вы же решили вопрос с Крымом, господа? Так давайте решим еще вопрос официально с Арцахом. Самое время. Карантин. Есть случаи заболевания. Пора определить статус этой страны, нашего второго государства. Для того, чтобы люди получали помощь, поддержку, деньги. Потому что иначе сейчас официального международного статуса нет. Армения получает помощь. Миллион, еще миллион, 90 там что-то обещали, много всего. Арцах официально не получает, потому что статуса у него нет. Все какие-то закрытые договоренности. Да и США в прошлом году отказалась помогать. И это благодаря вот такой вот политике замечательной, внешней, новой, бархатных, анна-хадеп политики властей. Потому что Азербайджан, не пройдя процедуру голосования, не пройдя референдум, в отличие от той же республики Армения, отделился от Союза Советских Социалистических Республик, ровно так же воспользовавшись своим конституционным правом. Без Арцаха. Ребят, на планете Земля, республика Азербайджан не существует, в составе которой есть Арцах. В любом формате. Нету. Откройте документы. Они поставили свою там условную печать и подпись. Без Арцаха. Все. Территориальная целостность ваша соблюдена. Живите на своей территории до тех пор, пока армяне не вспомнят, что историческое название Баку – Албанополь. И это город, который входил в состав Великой Армении. Но это мы когда-нибудь вспомним. Сейчас еще рано об этом вспоминать. Еще масса вопросов, которые надо решить из текущего. Поэтому это опасные слова. Нет у нас территории. Родина у нас. Исторические наши земли. Кровью политые. Редактор субтитров. Продолжение следует...